Всем здравствуйте! Я работаю в Одноклассниках, ведущим программистом. До этого я много лет сам micro-systems Oracle, занимался непосредственно виртуальной машиной, про которую сегодня буду рассказывать. Да и сейчас в своей работе нередко приходится хачить виртуальные машины. Поэтому я поделюсь сегодня инструментами, которые в первую очередь для этого использую. Вообще Java платформа это не просто язык Java, а это целая экосистема, которая включает виртуальную машину, библиотеку большую классов, много всяких API для каких угодно целей. И вот такая штука, которую недооценивают, но во многом благодаря ServiceAbility выбирают Java для разработки крупных проектов. Что это такое? Это как раз совокупность средств для отладки, мониторинга, диагностики и так далее. Все, чтобы приложение жило и сопровождалось в процессе работы. Вот сегодня как раз поговорю об этой части. Вообще без мониторинга и диагностики никуда. То есть это как самолет без всех этих гаджетов, экранов, рубильников и прочего. И даже если самолет не дай бог упадет, у него есть черный ящик, который все это записывает. Так и у виртуальной Java машины тоже есть своего рода черные ящики, которые записывают ее деятельность. Ну, про это у меня есть отдельный целый доклад. А сегодня я буду рассказывать про стандартные утилиты, которые входят в поставку JDK. Про другой популярный плод для диагностики. То, какие вообще есть средства самой виртуальной машины в JDK для того, чтобы писать свои собственные инструменты. И поговорю про мою любимую тему профилирования. Ну, вообще, Java процесс, он такой же процесс операционной системы, как и другие. Ну, это значит, что его можно мониторить и как другие процессы. Ну, вот, например, взять, открыть диспетчер задач, найти там подробности. Java должна быть. Или если в Linux, то командой top посмотреть. Вот видно, сколько Java процесс занимается памяти, какой процент использует и так далее. Ну, естественно, этого мало, потому что операционная система ничего не знает, что там внутри в Java творится. Для этого существуют в Java свои инструменты. Давайте сразу к примерчику. Вот я взял такой пример на Stack Overflow, где один из товарищей сравнивал алгоритмы сортировки. Ну, запускал четыре алгоритма в ThreadPool на четыре потока. И что-то там происходит, непонятно что. Ну, как понять, что делает программа и делает ли что-то. Ну, если мы разрабатываем VDE, VDE, например, тут самая полезная кнопка ThreadDump. Так, давайте на Java 11 сначала запущу. Вот. И ThreadDump, то есть это инструмент мониторинга номер один. Незаменимый. Вот он выдает просто то, чем занимается ваше Java приложение. Здесь список всех потоков и для каждого потока Stack Trace. То есть снимок, снимок состояния всех потоков. Что они вот в данный момент делают. Ну, вот здесь можно найти все вот эти четыре потока ThreadPool. Для каждого потока его название здесь. State, Runnable, значит, исполняется в данный момент. И вот видно, что один, да, сортировка пузырьком, другой там insertion sort. А вот два других потока, они не ранен, они waiting. То есть они в ThreadPool просто ждут очередных задач. А задачи, собственно, и нет. Ну, вот уже, по крайней мере, всегда ясно, что два потока заняты, понятны медленными алгоритмами сортировки, а два других быстрых уже посчитали и закончили. Но как сделать ThreadDump VDE понятно? Это на кнопочке. Если мы запускаем это в продакшене, на сервере, то как там снять ThreadDump? Ну, знаете наверняка. Вот, ID-процессах. А как узнать ID-процесса? А есть там утилита Java? Утилита GPS есть, который вот выведет список всех запущенных Java процессов с названиями процесс ID в операционной системе и названия main-класса Java. Ну вот, в том числе и сам GPS тут тоже попадется, потому что эта утилита сама написана на Java и выводит в том числе и себя. И вот наша программка ThreadSorting тоже тут будет. А как вы думаете, как вообще утилиты GPS находят Java процессы? Ну, можно было предположить, что она там ищет процессы с названием Java, но их тут действительно несколько есть. Но этого недостаточно. Например, вот у меня запущена идея. 78, 80. Ну, идея тоже написана сама на Java и вот GPS ее выдает, но это не Java EXE. У нее свой лаунчер, но GPS тоже ее как-то находит. Разгадка кроется в том, что виртуальная машина, она сама рассказывает, какие процессы у нее запущены. Для этого во временный каталог текущего пользователя создает такой вот подкаталог с названием has1.data, подчеркивание имя пользователя. И в этом каталоге как раз вот файлики с именами, соответствующими ID процессов. В этих файликах еще куча полезной информации. Ну, вот в частности, вот эти имена мейн-классов тоже утилита берет как раз из этих файликов. То есть, ну, она просто сканирует временный каталог, находит там все вот эти файлы и указывает нужно. Ну, у GPS еще есть несколько различных... Ну, потому что у нее свой лаунчер, который не проставляет переменную, не проставляет system property нужную. Вот, но у GPS есть еще ряд флажков. Например, V выведет для каждого процесс, там, ключики GVM, с которым процесс запускался. Минус L есть, который полностью имя класса fully qualified имя выведет. Ну, в общем, всю вот эту информацию она и берется из этих временных файликов. Окей, и на самом деле у Java есть программный API, который тоже можно использовать, чтобы делать ровно то же самое. Ну, до этого мы еще сегодня дойдем. Давайте сейчас вернемся к ThreadDump. Вот узнали ID потока и для того, в смысле ID процесса, интересующего нас, и чтобы его ThreadDump снять из утилиты GStack. Она входит в стандартную поставку GDK и тоже утилита незаменимая при анализе проблем номер один. Ну, вот, собственно, тот ThreadDump, который мы уже видели. Вот что-то еще интересное есть. Вот для каждого потока там, какой у него приоритет. И вот в GDK11 добавилась вот новая штучка полезная. Это вот сколько ресурсов процессора данный поток сожрал. И, ну, помогает сразу понять, какие потоки ничего не делают, там курят, а какие на самом деле занимает жгут процессор. Айлабст – это время, а не до старта? Да, айлабст – это просто время со старта потока. Вот. Еще полезная штука – NID. Это сопоставляет джавский поток, идентификатор потока в операционной системе. И при утилитой TOP можно... Ну, давайте лучше покажу. Запишу здесь тоже. Система утилизует TOP, если посмотреть, какие потоки больше всего занимают ресурсы процессора. И вот идентификатор этих потоков в системе, он и будет совпадать с этим вот NID, native ID 3D. Да, если будут какие-то вопросы, сразу спрашивайте. То есть, у нас сегодня такой формат семинара коммуникации двусторонний. Вот. А что первый раз я запустил на... Когда я запустил на GDK8, тот же самый примерчик. У меня вот такой фокус с жестеком не прошел. Вот сейчас снова найду этот Reddit Sort. Повис. Ну, действительно, эта утилита, она требует кооперации от виртуальной джав-машины. То есть, GStack подключается к рабочей GM и просит ее там. А напечатай-ка мне свой thread dump. Но иногда бывает такое, что GM не может ответить на запрос по каким-то причинам. И из-за баги или чем-то занята, например, там, ушла в бесконечную сборку мусора. Вот. В таких случаях есть такой force-режим GStack. Он запускается с ключом минус F. И несмотря на то, что это, казалось бы, одна утилита, но и делает она примерно похожее. То есть, показывает thread dump со стэками и состоянием потоков. Но работает она совсем по-другому. Она уже не требует кооперации от GVM, а просто останавливает процесс на уровне операционной системы. И, используя дебажные привилегии, просто залезает в его память и оттуда все достается. Все, что себе нужно. И поэтому такая операция можно выполнять вот даже на процессе, который там полумертвый не отвечает под виз. Но, начиная с GDK9, вот этот вот force-режим мы вынесли в отдельную утилиту. Ну, потому что он, на самом деле, совсем там другой механизм. Называется утилита CL-HSDB. Команд-лайн-хотспот-датабейс. Как-то так. Так, у меня в путях нет. Нет. А, не цел. Неправильно. Это GHSDB. Ага. И GHSDB с параметром минус-стэк. Вот и будет ровно тем же, что в GDK8 было... GHSDB. Вот. Но тоже не тут-то было, потому что, в отличие от собственной утилиты GHSDB, которая подключалась к виртуальной машине и ее просила сделать reddump, что эта утилита, она должна быть ровно из той же версии GHSDB, что и тот же VM-процесс, который мы хотим поотлаживать. Ну, потому что, чтобы знать, как ковыряться в памяти тяжелого процесса, нужно знать оффсеты, структурки, все виртуальные машины. Вот. Поэтому я смогу это сделать только, если запущу той же Java 11. Давайте, чтобы нибудь голословно проверну этот фокус. сейчас запустил, теперь... ID-процесса теперь уже, правда, другой будет. 69.84. Ну вот. И, естественно, вот такой способ с остановкой процесса, он гораздо тяжелее. То есть в продакшене не рекомендуется его использовать, но только если уж совсем ничего не помогает. ОК, какие-то вопросы по среддампам? Да, ну что еще полезного могут делать среддампы? Это автоматически находить дедлоки в приложениях. Ну вот, написал классический пример дедлока, когда вот есть некий банк, который переводит деньги с одного аккаунта на другой. Ну и чтобы операцию уплать атомарно, мы синхронизируемся сначала на одном аккаунте, потом на другом аккаунте. С одного снимаем деньги, на другой записываем. И теперь запустим эту процедуру много раз в отдельном потоке. И понятно, что может случиться. Что если второй поток захватит те же аккаунты, но в обратном порядке, то можно легко напороться на дедлок. Судя по всему, это уже и случилось. И давайте проверим, что нам скажет G-Stack. 15.0.36. И да, он вывел straight dump, но, помимо всего прочего, в конце вот обнаружил такой дедлок из двух потоков. И я указал, какие конкретно объекты, что вот один поток захватил объект с таким идентификатором и пытается захватить с таким, ну а второй поток наоборот. Что здорово, и этот поиск дедлоков работает не только для блокировках на синхронайзе, но еще на рентрандлоках. То есть неважно, используете ли вы Java объекты в качестве монитора, либо объекты класса reentrant.log. Ну а что такое reentrant.log, в курсе. Окей, это класс из пакета Java Tool Concurrent, собственно, для организации критических секций. То есть у него есть две операции, залочится и разлочится. И если, то есть два потока не смогут войти в одну критическую секцию. Вот второй вариант той же самой программы, но где мы уже лочимся не с помощью синхронайзе, а с помощью этих reentrant-локов. Запустим его. Запустим его. Ну да, и тоже нашел дедлок. А теперь уже вот на методе log-support-park. В общем, отсюда рекомендация номер один. В любой непонятной ситуации запускает G-Stack. Даже вот если никаких других инструментов, с помощью него очень много можно сделать. Например, запуская G-Stack подряд несколько раз, можно вот смотреть, как меняется состояние потоков. То есть какие вот, у каких состояние осталось неизменным, какие там что-то делают, меняют. Ну и смотрите на потоки вот в состоянии runable. То есть именно те, которые исполняются в данный момент. Ну, в эти не особо интересны, потому что они не потребляют ресурсы процессора. Вот. Но странный был поток, и, правда, есть хитрость, что виртуальная Java-машина, она не может отличить, вот, когда Java-программа выполняет какой-то нативный метод. Например, системный вызов чтения из сокета. И все, программа уходит в вызов операционной системы. И дальше ждет ли этот вызов данных из сокета, либо активно читает, этого Java не знает. Поэтому вот не может отличить этой ситуацией. Поэтому всегда просто для нее такой вот поток на этих методах будет runable. Давайте другую частую проблему посмотрим. Ну вот написал небольшой примерчик, который эмулирует какую-то работу с базой. То есть выполняет чуть более 100 запросов, получает на каждой из них какую-то табличку с результатами. И берет первый результат, первый попавшийся, и добавляет в ArrayList. Ну, казалось бы, ничего хитрого там. Ну, допустим, это у нас какая-то статистика по годам, и мы вот каких-то результатов выбираем первый топовый результат за каждый год. Потом хотим посмотреть, что в итоге получилось. Программа отработала, что-то напечатала, но вот в следующей версии библиотеки преддвижка базы данных. Там проапгрейдили движок базы данных на новую версию. Там запускаете, и тут начинается какой-то тупняк, ничего не происходит. Среддамп не работает. Опять. Ну, как вариант. Либо разбираться самим. Что, конечно же, быстрее. Во-первых, рекомендация номер два. Все, что нужно запускать, что запускается в продакшене, обязательно включать по максимуму логирование. Ну, просто вот в таких ситуациях будет разобраться гораздо легче. В частности, вот, например, все приложения, которые мы у нас, у себя запускаем, обязательно включаем логи GC сборщика мусора. Вот. Ключик Verbus GC. Все, запустили с логи GC, и вот тут уже становится понятно, в чем дело. Как раз вот ситуация, что один гигабайт хипа, который мы дали приложению, явно стал заканчиваться, и приложение зациклилось на бесконечной сборке мусора. Вот. Ну, если еще так подождать минутку, то в конце концов свалится с out of memory error. Ну, как же так? До этого-то все работало, что там на косяцеле. Знаете, какая нам другая утилитка поможет в анализе хипа? Утилитка JMAP. Она, ну, так же, как и JSTAC, входит в стандартную поставку и там чуть ли не самых первых версий JDK и вплоть до последней 11. Ну, есть несколько режимов. Вот, подсказочка напишет, что с ним можно сделать. Вот две основные вещи, это снимать гистограмму объектов в Java хипе. Ну вот, как я и говорил, в конце концов свалился out of memory. Перезапущу еще раз, чтобы успеть проанализировать. Вот, и первый режим утилитки минус хиста, который вот нам... О, как много! Здесь эта утилита пробегает по хипу и собирает статистику по объектам. Вот, здесь перечислены все Java-объекты и сколько... Ну, все Java-классы, вернее, и сколько экземпляров каждого класса было создано и сколько они в сумме занимают bytes. Ну, вот видно, что весь Gigabyte в данном случае оказался буквально четырьмя видами объектов занят. И... Сказалось, что это 3Map. И тут уже подозрение должно закрасться. Вот, а в прошлой версии библиотеки был не 3Map, а HashMap, и все было хорошо. А 3Map вдруг в entry у 3Map почему-то стали так много занимать. Ну, откуда здесь вот эти 8 миллионов экземпляров? Если мы в программе берем и кладем только один, находим первый и кладем его в список. Ну, то есть... Ну и все вот эту операцию выполняем там 100 с небольшим раз. Казалось бы, должно быть 100 у нас 3Map entry, а тут 8 миллионов. Ну, сейчас разберемся. Но прежде, вот чтобы... Уже такой совет из нашей собственной практики, что... Ну, из своих приложений, помимо включения логов, добавляем еще такие флажочки GVM. Print class histogram before full GC. Зато все понятно. То есть, ну, означает, что перед полной сборкой мусора, который затрагивает весь хип, будет выведена вот ровно такая гистограмма классов. Ну, чтобы не самим вручную GMAP запускать, а чтобы это происходило автоматически. Ну вот, все. Дело в том, что на реальных бизнес-приложениях, в продакшене, мы сегодня не хотим, чтобы вот full GC вообще когда-либо возникал. Потому что, ну, он, как правило, сопровождается остановкой приложения на сотни миллисекунд или то, может быть, даже на секунды. И, ну, это простое приложение, клиенты будут отваливаться по тайм-ауту. И есть симметричный флаг, как вы могли бы догадаться, print class histogram after full GC. И вот комбинируя, ну, мы ставим, на самом деле, в сверх-продакшене оба. Ну вот, сравнив эти две гистограммы, объекты до сборки мусора и после сборки мусора, становится примерно понятно, а вообще у нас почему не хватает памяти. То есть, либо вот много объектов остаются, которые не собираются, или же просто очень много лоцируется, но потом GC приходит и их успешно чистит. Вот в данном случае гистограмма будет примерно одинаковой, что до сборки, что после. То есть, объекты у нас действительно в хипе копятся и никуда не уходят. Давайте разбираться, откуда они взялись. Ну, чтобы еще не ждать минуты очевидного, вот в мемори я запущу на 11-й GDK, ну, там свалится побыстрее. А, хотя, нет, давайте оставим на 8-й, просто теперь уже не просто гистограмм получим, а, собственно, полный хип-дамп. Так. Вот. Произошлась ситуация, когда приложение тормозит. Мы поняли, какими объектами хип забился, но непонятно откуда они взялись. Можно теперь получить полный дамп хипа. Той же самой утилитой gmap с форматом минус-дамп. Формат дампа байнари. И имя файла хип-проф. Так, что-то неправильно написал. Работает. Работает. А, двоеточие здесь. Вот, подсказка есть. Не успел. Окей. Давайте еще раз. Одиннадцать, двадцать, двадцать восемь. Ну, этот процесс занимает некоторое время, и вот появляется вот этот дамп как раз на весь гигабайт. Где, собственно, содержимое всего хипа. И дальше уже его можно анализировать разными инструментами. Ну вот, один из самых популярных для анализа хип-дампов. Эклипс. Мемори аналайзер. Или просто называется MAT. При первом открытии хипа мемори аналайзер будет долго сканировать, индексировать, строить граф объектов, чтобы там быстро вычислять под деревья, там, какие деревья объектов больше всего занимают. Вычислять обратные ссылки, чтобы искать не только там исходящие ссылки из объектов, но и те объекты, которые наоборот на них ссылаются. Но я часто пропущу, потому что это реально может занять несколько минут. И в конце, после анализа, выдает такой вот отчетик. Leak suspects, то есть подозрение на утечки. Ну и вот здесь видно, что больше всего из одного гигабайта 938 мегабайт. Вот это один подграф. И вот подграф здесь раскрывается, но можно... Так, секунду. Перечислить объекты, которые сюда входят, с исходящими ссылками. Ну и корень этого графа... Это наш поток с... Вот здесь две колоночки, сколько экземпляр занимает сам по себе байт и сколько он держит путем транзитивных ссылок. Вот видно, что весь этот граф в 900 с лишним мегабайт занимает локальные переменные ArrayList. В ней массив из 109 элементов. И вот дальше можно заглянуть, что внутри этого массива лежало на момент снятия дампа. Вот эти 100 с лишним 3-map entry, и каждый из них там занимает почти по 12 мегабайт. Ну откуда столько? Вот далее прогуливаясь по этим ссылкам... Видите, можно раскрывать тут почти до бесконечности. Оказывается, что каждый раз гуляя по ссылке, которая больше всего держит памяти, мы находим, что 3-map entry. Он устроен так, что держит ссылки на своего родителя и на свое левое и правое поддерево. То есть мы, несмотря на то, что мы кладем в ArrayList одно entry, оно за собой тащит еще все дерево, весь исходный 3-map. Ну потому что, да, у каждого entry есть ссылки на его соседей. Вот, еще что прикольного в Eclipse memory analyzer, тут, на самом деле, много разных типов отчетов, есть даже свой язык запросов. То есть можно вот по heap dump писать какие-то запросы наподобие SQL-запросов. Ну вот, например, вот здесь в документации там все подробно расписано, как этим пользоваться. Покажу, например, один запрос. Например, так мы можем вытащить из heap dump все объекты JavaLangString, у которых длина больше 1000 символов. Это у нас еще маленький heap на 1 гигабайт, чтобы он долго думать. Представьте, как у нас бывает порой приходится анализировать heap dump по 32 гигаас продакшена. Вот, но чем хорош Eclipse memory analyzer? То, что ему не нужно, не обязательно иметь 32 гигабайта оперативной памяти, чтобы анализировать heap такого объема. Потому что вот как раз этот первый долгий этап, когда он сканирует heap dump и строит индекс. Он строит такой компактный индекс в памяти. То есть можно анализировать большие heap dump, при этом имея всего пару гигабайт. Ну вот, сейчас в моем приложении нашлась одна такая строка длиной больше 1000 символов. И это не что иное, как класс пасс с длинными программ файл и так далее. По heap dump вопросы. Можете сказать, что в принципе минус xx делают там, включали инстаграммы, добавляли какие-то параметры, а вообще что это добрит? Ну то, что я здесь добрял, минус xx. Минус xx это такой общий префикс для hotspot.jvm нестандартных флагов. Ну то есть вот эти флаги стандартные, то есть они есть во всех, ну практически во всех виртуальных Java машинах. А вот те флаги, которые начинаются с минус 6x, это флаги специфичные для hotspot.jvm. Ну то есть они с Java спецификацией нигде не стандартизированы. Поэтому эти флаги могут меняться вот в каждой даже минорной, даже минорном релизе GDK. Да, вот показывал, как работает утилита GPS. Ну и сейчас я вам продемонстрирую, как подобную утилиту написать самому буквально за пару минут. Ну, может даже не за пару, но сколько времени требуется, чтобы написать две такие строчки. Ну и что она делает? Вот как раз выводит список всех ID-шек Java процессов. Это API, он нестандартный, но вот есть в GDK для мониторинга Java процессов. То есть здесь мы получаем ссылку на monitored host. Здесь можно передавать адрес удаленной машины. Если на ней включена удаленная такая вот отладка. Если нет, то всегда можно посмотреть список процессов на локальной машине. И дальше одним вызовом ActiveVMS, который возвращает просто множество интов, ID-шек процесса. Дальше с этими процессами можно залезть вот в эти самые HS.perf файлики и прочитать оттуда, что же вообще там хранится. Ну вот здесь я пробегаюсь по всем процессам и для каждого достаю счетчик под названием SunRT Java Command. Это как раз и будет та строка запуска, с которой запустили Java процесс. И получилось примерно то же самое, что выводит GPS. То есть фактически это утилитка из нескольких строчек. Но может помимо строки запуска там еще интересные штуки есть. Вот здесь я пробегусь по всем счетчикам, то есть здесь регулярные выражения, которые означают все счетчики. И для каждого счетчика выведу его имя и значение. Итак, для каждого процесса получу порядка 500 различных счетчиков. Это статистика из всех областей виртуальной Java машины. Здесь есть всякие счетчики по загрузке классов, там сколько времени потрачено на загрузку классов, сколько классов виртуальная машина загрузила, сколько байт загрузила и так далее, сколько классов пригружено. Большая секция счетчиков по сборщикам мусора, когда последний раз происходила сборка мусора, сколько времени заняла, сколько байт высвободила и так далее. Есть всякие такие счетчики, которые, я не знаю стандартных инструментов, которые еще бы такие счетчики показывали, например, сколько было попыток контента с блокировок, то есть когда вход в синхронизм блок, он сопровождался блокировкой, ожиданием, когда слог освободит. Вот мы, например, у себя в продакшене следим за вот этими двумя счетчиками. Это время GVM Pause. То есть виртуальная машина делает Stop the World Pause, когда останавливает все потоки вашего приложения не только для сборки мусора, но еще есть куча причин, почему это может происходить. Но поскольку многие наши приложения, они очень чувствительны к длительным паузам, мы стараемся за этими показателями следить. Ну а дальше уже использовать информацию, можно свои инструменты делать, защитить эту фантазию. Например, раз в секунду получать этот снапшот и смотреть дифф, что изменилось. Среди стандартных инструментов есть одна, которая вот этими счетчиками пользуется, как минимум одна, называется JSTAT. Что хорошо в этой утилите, что ее использование, оно бесплатно. в том смысле, что виртуальная машина, она экспортирует эти счетчики вот всегда, просят ее или не просят. И вот эти вот все значения, они вот в этих файликах записаны. Ну, чтобы их получить, достаточно прочитать значения из этих файлов. и все. То есть, даже разрешение виртуальной машины спрашивать не надо, и никак на нее не повлиять. Читайте счетчики. Давайте продемонстрирую. На примере утилиты JSTAT. Снова запущу. У JSTAT есть несколько таких режимов статистику, по каким подсистем она может собирать. Ну, например, GC. И с интервалом, если я запущу без этого параметра, то текущее значение выдаст. В документации по JSTAT есть подробная расшифровка, что вот эти вот параметры означают. Ну, тут размер survivor space, размер молодого поколения, размер старого поколения, там, время, потраченное на полную сборку мусора, количество сборок мусора и так далее. И можно вот с периодичностью за данное количество миллисекунд, вот раз в 100 миллисекунд процессор уже отработал. Раз в 100 миллисекунд снимать вот эти показатели. Ну, GC.utile, чуть будет поменьше данных, удобнее смотреть. Ну, вот из важного, например, вот эти три последних количества сборок мусора, время, потраченное на сборку мусора в молодом поколении, время, потраченное на сборку мусора всего. Видно, что с дикой скоростью растут счетчики, то есть приложение у нас ничем полезным практически не занимается, кроме как вот собирает мысль. Есть там подобная статистика по загрузке классов, например. результат мусор класс как да количество загруженных классов там размер в байтах загруженных классов, количество выгруженных классов, время, потраченное на загрузку классов, и так далее. Ну, еще дойдем до примера, где это пригодится. Вот. Ну, просто так, читая, мы повлиять на виртуальную машину не сможем. то есть максимум только можем какие-то read-only данные достать, а вот чтобы уже как-то повлиять на виртуальную машину, для этого есть другой API, называемый Dynamica Touch. Именно этим, именно через этот механизм как раз работают утилиты Jstack и Jmap. Ну, вот сейчас опять же прямо при вас напишу такую утилиту, за пару минут. Давайте что-нибудь такое поинтереснее запустим. вот кодографическое положение из стандартных примеров от Java. Сейчас найдем его ID процесса 3044 и подключимся к нему, используя attach API. Вот. Ну, подключение к процессу делается одной строчкой, а далее есть несколько функций, что вы можете с этим сделать. Ну, получить property, с которыми было запущено приложение, там загрузить агент, до этого мы еще дойдем. Вот. но это такой полупубличный API, а вот если знать, что мы реально подключаемся к виртуальной машине hotspot и скастить к hotspot virtual machine, то дальше наши возможности расширяются. Ну, появляются всякие различные методы, что можно делать, например, вот remote data dump, это и будет dump потоков, то, что возвращает GStack. Ну, вызов-то метода возвращает input stream, который мы дальше просто прочитаем и выведем на экран. Текст. ну, вот сами написали утилиту по аналогии с GStack. Также по аналогии с Gmap есть методы для получения гистограммы, для ну, я тоже продемонстрирую. Вот и гистограммы для получения дампы хипа и так далее. вот ну, из интересного еще есть выполнение команды GDM. Разные версии GDM поддерживают разные списки команд, и вот вызвав команду help, можно узнать, какие команды поддерживают данные конкретные версии. версии. Это мы только что написали сами утилиту стандартную G7D. С помощью этой утилиты можем подключиться к работающей виртуальной машине и выполнить одно из перечисленных действий. Ну, вот в Java одиннадцатый список действий этих пополнился. Можно там подробную информацию, например, скомпилированных джавских методов узнавать. Можно динамически включать Flight Recorder. Дойдем еще до него до сегодня. списки загруженных динамических библиотек. Менять флаги GVM на лету. Ну, какие можно. Или распечатывать статистику по загруженным классам. Ну, давайте что-нибудь для примера покажу. Ну, как работает утилита. подключаемся к виртуальной машине, просим выполнять эту команду. Она выполняется, присылает через сокет ответ, который утилита читает и выводит на экран. Вот здесь, например, статистика по загруженным классам. Здесь столько класс лоадеров, каждый из них загрузил по столько классов, их общий размер. Для чего это может понадобиться? Например, когда у вас есть утечка, связанная с класс лоадерами. Пример несколько искусственный, но такое встречается и в реальной жизни, когда приложения динамически генерируют классы, но при этом эти классы возможно из-за того, что они держат какие-то средлокалы, они не собираются сборщиком мусора. И вот как раз утилиткой G7D и можно такие утечки анализировать. Crossloader status для нашего мани-класса приложения выбрал. Его, как казалось, что там почти полмиллиона классов bytecode generator нагенерил общим объемом аж 380 мегабайт. Там уж и до out of memory недалеко. Так, что-нибудь по G7D вопросы. идем дальше. идем дальше. Ну, хорошо. Это примерно поняли, как анализировать то, что творится внутри GVM, что у него там с памятью, с потоками, с классами, с сборкой мусора. А что делать, если мы хотим какие-то свои бизнес-специфичные параметры наблюдать и инструментировать. Ну, например, сколько к нам пользователей подключаются, сколько они заходят на какие-то страницы, сколько в наших кэшах данных, сколько запросов выполняет база данных, сколько таблиц и так далее. для этого есть стандартный стандартный API под названием Gmix, Java Management Extensions. В том числе через этот API и сама виртуальная машина информацию о себе публикует. давайте тоже покажу на примере. Запустим снова наш ThinkSet. еще одна стандартная утилита. для мониторинга и диагностики это J-консоль. Вот она как раз работает с Gmix. Ну, сейчас расскажу, что это такое. Здесь она уже чуть посимпатичней. есть всякие графики, кнопочки. Это уже поинтереснее, чем просто консолька. Вот. И здесь, подключившись к чему Java процессу, в реал-тайме видим потребление Java хипа, сколько сейчас потоков живых, сколько загруженных классов, и какое текущее потребление CPU и так далее. можно детальнее посмотреть про различные области памяти, как относящиеся к хипу, так и к памяти вне хипа, то есть метаспейс, куда попадают загруженные классы, скомпилированные методы, в общем, много чего. и не обязательно такие вот счетчики и графики, также текстовая информация, когда GM была запущена, какой версии, сколько процессоров, в общем, все-все-все. и структурированная вот эта информация в таком древовидном древовидной структурке. И это и есть дерево MBIN-ов. BIN, MBIN, это Management BIN. это java-ский объект, java-bin, для собственно менеджмента. Они разделены по типам, например, java-lang, compilation, это BIN, отвечающий за статистику java-ского JIT-компилятора. У бинов бывают атрибуты, то есть тут как раз их характеристики, которые можно выводить на графиках. есть у некоторых нотификации, то есть можно над них подписываться и получать уведомление, когда то или иное событие произойдет. Вот, например, нотификация о сборке мусора. Есть операция. с помощью которых можно влиять на java-приложение, либо на саму виртуальную машину. Вот как здесь, например, можно одной кнопкой вызвать удаленную сборку мусора. Вот здесь, кстати, пришла нотификация, на которую мы подписались. Ну вот, виртуальная машина уже сама по умолчанию экспортирует множество таких вот бинов для наблюдения за собой. По средам, например, сколько всего тредов, сколько времени они работают, получить все ID тредов и так далее. Различные операции, на которые можно не только читать, но еще и влиять на виртуальную машину. Ряд, ну, большинство таких известных профайлеров, инструментов для мониторинга и диагностики, они как раз используют эти GMX-бины. Ну, один из любимых моих инструментов это Visual VM. До JDK 8 включительно он поставлялся вместе с JDK, входил, сейчас уже не поставляется, то есть для Java 11 нужно его скачивать отдельно. О, он в опенсорсе. Здесь уже в таком удобном UI можно смотреть какие-то Java процессы запущены, подключаться к ним и вот получать в виде графиков всю эту информацию из MX-бинов. Ну и вот кнопочками влиять на виртуальную машину. Вот, например, в Real Time статистика по потокам. Какие в процессе запущенные потоки, что они делают. Желтые спят, зеленые работают, красные ожидают блокировки. Например, если много красного, значит все плохо и потоки конфликтуют друг с другом за общие ресурсы. Так же для Visual VM есть плагинчик, который добавляет эту закладку MBinov. Вот он у меня уже установлен. Visual VM Mbeams. Здесь появляется как раз закладка с деревом всей этой статистики. Но самое классное, что помимо этой стандартной статистики GVM можно добавлять и свою. очень просто, стандартизованным способом. И вот инструменты вроде Visual VM, они будут автоматически эту статистику подхватывать, отображать и давать возможность ей управлять. Давайте посмотрим. Так, это стандартные бины. Подположим, у нас есть приложение про простенький кэш на основе Concurrent HashMap. С операциями Get Put. Вот оно что-то делает. Там в цикле добавляется значение. И представьте, что это приложение крутится у вас на сервере, а вы, будучи разработчиком, хотите удаленно подключиться и как-то узнать, что вообще с приложением происходит, сколько уже данных в кэше у него. Вот в идеале, чтобы также через Visual VM можно было подключиться и прямо на графиках красивых это увидеть. И таки можно так делать? Причем довольно просто. Что для этого нужно сделать? Во-первых, описать интерфейс с нужной вам статистикой. По соглашению, по Gmx соглашению, что вот этот интерфейс, он должен называться так же, как и реализующего класс с суффиксом mbin. Ну вот я к кэшу пока добавлю интерфейс mbin с единственным методом getSize. Получить текущий размер. Реализация у него тривиальна. И дальше, чтобы этот mbin у меня появился, зарегистрировался в Gm, вот нужно прописать такую строчку. То есть в стандартном mbin сервере зарегистрировать mbin. Придаются два параметра. Собственно, объект, который реализует implemented mbin и его имя. Имя, ну оно какой-то такой особой смысловой нагрузки не несет, но по такому соглашению, в общем, именуются они так. То есть сначала там идет имя пакета, а дальше после двоеточия перечисляются атрибуты. Вот зарегистрирую наш кэш с именем кэш в пакете org.technopolis. Подключусь к Visual Vm нашему приложению. Для того, чтобы подключаться к процессам, запущенным на той же локальной машине, то даже ничего писать не нужно. То есть Visual Vm автоматически увидит все agile процессы, запущенные на той же машине. И вот во вкладочке mbin, видим, появился наш org.technopolis, кэш и с параметром текущего размера кэша. И вот так вот можно приблизить на графике, он будет сам тут в реалтайме увеличиваться. Красота! Но теперь, допустим, заходим помимо размера, сделать что-то посложнее. Например, показать первый элемент в этом кэше в виде такого составного объекта с ключом и значением. Да, я, кстати, не сказал, что они не случайно называются бинами, как и обычные java-бины. У них такое соглашение, что их свойства, getter для свойств, они должны называться get имя свойства. Можно указывать методы setter. Ладно, вот вернусь к нашему кэшу, добавлю в mbin метод, который возвращает уже составной элемент. Посмотрим, что получилось. Хопа, а ничего не получилось. Здесь вот на месте этого составного элемента видимо на available. Дело в том, что для того, чтобы mbin-ами, эти mbin-ы можно было мониторить, класс вот этого, вот, когда у нас был простой тип, int-овый, то для него ничего не надо. То есть понятно, как его передавать, реализовать. Вот когда, как только у нас уже появляется составной, там нестандартный объект, его на клиенте, вот в этом, вот visual vm про него ничего не знает. И поэтому он просто не сможет получить от java-процесса этот объект. Ну, потому что он существует вообще в другой дживе. То есть, какой есть вариант, либо на клиенте и на сервере, который мы мониторим, должны быть все вот те объекты, которые участвуют в мониторинге, либо же есть способ лучше превратить mbin-ы в mxbin-ы. Ну, просто добавить буковку. Ну, по сути, mxbin-ы – это частный случай mbin-а, но с дополнительными характеристиками. То есть, mxbin-ы, они могут представлять только вот стандартный набор стандартных типов. Ну, это все примитивные типы, там int, long, double, boolean. Это строчки, string, массивы, map-ы и, в общем-то, все. А вот все остальные элементы, они автоматически трансформируются, ну, если такая трансформация допустима, в один из воспитательных типов. Ну, например, в данном случае элемент автоматически будет преобразован в композитный элемент, представляющий таблицу. Ну, то есть, от меня в данном случае ничего не требуется, кроме как mbin обозвать mxbin-ом. Ну, и при этом позаботиться о том, чтобы вот этот вот элемент новый, он сам по себе удовлетворял тоже требованиям bina. То есть, чтобы его свойства были либо для этих примитивных поддерживаемых типов, либо, в свою очередь, тоже были mxbin-ами. Ну, и для атрибутов должны быть геттеры и, если необходимо, сеттеры. Теперь, когда мы вот запустим такой модифицированный вариант, видим, что этот элемент превратился в composite data support. То есть, все такие составные элементы, они вот превращаются в таблицу. Имя, значение. Вот два свойства. Да, еще появилось в новой версии одно свойство, которое, видите, синеньким выделено. Значит, его можно менять. А как менять? Это очень просто. Вместе с get-методом добавил set-метод. И visual.vm автоматически распознала, что этот атрибут теперь у нас становится доступным для записи. Вот. И теперь я могу, по-моему, ограничить максимальное количество максимальное количество элементов в нашем кэше, больше которого уже не будет расти. То есть, с помощью mix-бинов можем не только мониторить, но и вот влиять на Java-приложение. Если же мы объявили метод, который не удовлетворяет конвенцию наименования атрибутов, то есть не начинается ни с set, ни get, то это остается методом, который можно вызывать, но он теперь будет отнесен к категории операций. Вот метод clear, который очищает нашу мапу. Можно будет вызывать кнопкой, одной кнопкой из операций. Тут же видим, мапа очистилась и начала заполняться заново. Чего скажете по mx-бинам? Идентификации что передают в качестве элемента данных? Ты вначале показывала, что можно писаться на события? Ну, это произвольный объект, который должен имплементировать интерфейс notification. Удаленно тоже это работает? Да. Да. До сих пор я показывал все, как это делается на локальной машине. Но все еще преимущество GMX, то что это можно управлять и удаленной виртуальной машиной, которая запущена вообще на другом сервере. Визуалем это тоже умеет. Вот есть кнопочка Add GMX Connection. Уже достаточно будет прописать адрес и при необходимости юзернейм, пароль. А чтобы виртуальная машина была доступна удаленно по GMX, нужно запустить GMX с параметрами специальными. И вот тут несколько параметров .com.sun.management.gmx.remote Это, собственно, главный параметр, который запускает GMX-сервер. Ну, далее консигурируем, на каком порту его запускаем и какие будут использовать файлики с юзерным паспортом. Ну, либо в данном случае не хочу с этим заморачиваться, просто запущу сервер, к которому можно без авторизации подключаться. Вот, ну, запустил на другой машине, то у меня здесь Linux с запущенной виртуальной машиной. И теперь к нему смогу подключиться уже из Windows через Visual Vm. IP-адрес сервера, порт, который я там задал в настройках 7000. Все, окей. Здесь появилась, добавилась новая машина. А дальше то же самое. Все те же стандартные мониторы виртуальной Java-машины. По памяти, классам, CPU и так далее. 3DAM. Взяли, там получили 3DAM с удаленной машиной одной кнопкой. И те же самые BIN-ы, в том числе и наш собственный, появился. Вот так вот. Заметьте, что в самой программе не пришлось писать ничего для управления. Ну, вот кроме вот этой единственной строчки зарегистрировать BIN. А все автоматически становится доступным из Visual Vm с вполне удобным UI. Ну, также этим можно пользоваться и программно. То есть, самому написать код, который подключается к заданному адресу по GMX. Ну, в документации по GMX про это все и есть. Я подробно обстанавливаться на этом не буду. Вот тут ряд таких шагов, занудных, но не сложных. Но, в конце концов, после того, как мы получили экземпляр класса AmbientServerConnection, даже дальше у него можем дергать атрибуты и вызывать методы. Ну вот, там прочту атрибут этот самый size, выведу на экран и после этого вызову метод clear. Все, запустили, size напечатал, clear сработает. В следующий раз уже будет size меньше, ну да. Ну что, сейчас пойдут еще более хардкорные примеры. Этот случай из реальной жизни не у нас произошел, но вот... Встречал, у нас стыков росло такую проблему. Вот один пользователь использовал такой скриптовый движок, чтобы можно было какие-то такие небольшие кусочки кода скриптовать на java-подобном языке. Называется движок MVL. Довольно популярная библиотека такая. Ну вот, написал такой скриптик, запустил и... Был разработчик недоволен перформансом. Что вот в одном потоке запускается скрипт, в другом потоке просто считается сколько раз он отработал в секунду. И вот, казалось бы, такой тривиальный скриптик. Ну, всего лишь каких-то две тысячи раз в секунду. Мало, да. Перформанс проблема. Надо как-то анализировать. Ну, естественно, ГЦ-логи включаем. Ничего не толково не говорят. Ну, сборка мусора есть, но ничтожно мало занимается. В чем же дело? И вижу UVM, наш любимый. Какие-то подозрительных штук не показывает. Ну, один процессор из четырех загружен, как и должен быть. С хипом все в порядке, тренды работают. Все нормально. Вспомним про про телитку JSTAT, которая позволяет в реал-тайме статистику из перформанс-каунтеров доставать. И анализируя, вот, JSTAT заметили, что как-то подозрительно идет себя статистика по классам. Количество загруженных классов 2020 не увеличивается. Количество загруженных байт не увеличивается. Выгруженных классов ноль, ничего не выгружается. Но при этом время на загрузку классов растет. Как такое может быть? Какое-то очень удобное погрузиться. Ну, странно, что там прям минутами может какой-то класс грузиться. Попахивает какой-то багой, проблемой. Возникло предположение, что при ней даже не так. Сначала этот код попрофилировали. Ну, если что-то тормозит, надо профилировать. Ну, что такое профайлер? Он периодически снимает стектрейсы и смотрит, чем занимаются потоки, и собирает эту статистику, и потом в красивых графиках выдает. В visual.vm тоже есть встроенный профайлер. Смотрим, какой код выполняется. До профилирования мы потом еще дойдем. Ну, в общем... В общем, непонятно. Класс for name вызывается действительно. По пути тратится куча времени. Но причина не ясна. И тогда возникла догадка, что, ну, может, если временно class loading тратится, но классы не загружаются, там возникает какой-то exception, может какой-то класс не найден или что. Но вот беда. Все эксепшены, они проглатываются внутри вот этой вот библиотеки. И хотелось бы как-то понять, что это вообще были за эксепшены. Как-то вот достать, перехватить. И здесь приходит на помощь такой хардкорный инструмент под названием GVM-TI. Это стандартный интерфейс, GVM-Tool интерфейс. Он был придуман для разработки, как раз для написания собственных низкоуровневых инструментов для мониторинга и отладки приложений. Вообще говоря, именно на основе GVM-TI работает стандартный Java-дебаггер. Ну и вот то, что VDE, вы дебажите код, выполняете построчно, смотрите значение локальных переменных, это как раз работает на стороне GVM-агент дебажный. Ну, GVM-TI-агент, это программка, библиотечка, точнее, написанная на C или C++. Ну, в общем, нативная библиотечка. И она может делать многие штуки. Ну, вот есть официальная документация в этом GVM-Tool интерфейсе. И вот здесь список того, чего она может делать. Работать с тридами, со stack-фреймами, то есть с отдельными методами, с хипом, с локальными переменными, breakpoint-ами и так далее, с классами. В общем, большой-большой список функций. В том числе и с exception-ами. Есть у GVM-TI события, которые вот, Event Management, можно перехватывать различные события и их обрабатывать. Так же в нативном C++ коде. И я написал такого агентика, который перехватывает все возникающие исключения, даже если они там были обработаны, даже если не были проглочены, даже если их наоборот никто не поймал. В общем, все-все-все исключения, которые кидаются. И просто вызывается джаванский метод. В принципе, Trace у Throwable. Ну, вдаваться в детали GVM-TI не буду. Там, в принципе, хорошо документирован. Это уже к Java так напрямую не относится. Но смысл в чем? Во-первых, поскольку это стандартный интерфейс, а не все виртуальные Java-машины обязаны поддерживать все вот эти вот возможности, то прежде чем начать пользоваться GVM-TI возможности, нужно запросить у GVM capabilities называемые. Вот, перечислить, какие вы хотите задействовать capabilities. Ну и вызов at capabilities возвращает успех-неуспех. В данном случае я знаю, что я запускаю на hotspot GVM, который там все поддерживает, поэтому даже не утруждаюсь о проверке. И далее устанавливаю код callback на вызов любого exception. И вот при возникновении любого exception вызовется вот этот C-шный код, который в свою очередь вызовет через GVM Java-код. Окей. Ну, в общем, в детали кода на самом деле можно не вдаваться. То есть, просто хотел сказать, что это нативная библиотека, которая перехватывает exception. Подключаются агенты. Подключать GVM-TI агентов можно в опции AgentPath. Ну, туда передается полный путь к DLL-ке с этой скомпулированной библиотекой. И вот, если я теперь запущу повторную программу с GVM-TI библиотекой, она должна, по идее, логировать все исключения. Даже те, которые ловятся и проглатываются. И да, действительно, так оно и есть. Вот они все полезли. Действительно, исключения тут завались. Действительные загрузки классов. Вот куда оно тратится все время. И ошибка. ClassNotFoundException. Со всякими странными классами. JavaUtilMath. JavaUtil. 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 MaxLens. Ну, понятное дело, что таких классов нет. Откуда они вообще взялись. Но MaxLens как бы намекает, что у нас в исходной нашем скриптике была переменная MaxLens. А вот прикол вот в чем. Что в скриптике объявили такой вот импорт со звездочкой. А глупый этот скриптовый движок теперь пытается подставлять ко всем идентификаторам этого JavaUtil и искать такой класс. Хотя, казалось бы, здесь нам из JavaUtil нужен только Arrays. И можно было бы просто импортировать один этот Arrays и все. Все, запустили повторно. Ну, в начале там посыпал немножко exception'ами. Ну, все. Exception'ы кончились. И хопа! Теперь у нас уже, видите, вместо двух тысяч вызов в секунду аж 30. Вот так вот буквально одной строчкой ускорили скриптик. 15 раз. Ну, было бы странно, если бы, вот, надо было бы так каждый раз возиться с написанием агентов. Вроде бы такая задача-то вполне обычная, там, отловить все возникающие exception'ы. Обычно это да, но если не запускать Java с агентом, то способа такого и нет. Ну, в действительности есть один инструментик, который умеет отлавливать все такие exception'ы. И называется JavaMissionControl. MissionControl входит в, начиная с GDK 7, входит в поставку Oracle GDK, но не Open GDK. То есть это была проприетарная штука, то есть у нее накладывались лицензионные ограничения, то есть могли его использовать там для разработки, отладки, но не в продакшене. Вот. Но, к счастью, уже начиная с Java 11, MissionControl заупенсорсили и теперь можно свободно пользоваться везде. Давайте посмотрим, как ту же самую проблему найти с помощью MissionControl. Так, я верну для этого нашу ошибку в скрипте. Ну, вот я уже как раз пользуюсь MissionControl 7, L-Access, это еще не зрелижная версия, но вот, которая уже есть в Open Source. Она чем-то напоминает на VisualVM и, в принципе, все то, что VisualVM делает, он тоже умеет делать. Вот здесь список запущенных Java-процессов. Есть mbin-сервер, это как раз статистика GMS, статистика, которую мы уже видели в VisualVM. Вот там, по использованию HIPAA, CPU. Вот это дерево mbin-off с атрибутами, операциями. В общем, это все знакомое. Но вот что появилось новенького, это FlightRecorder. Вот MissionControl и FlightRecorder – это две составные части одной системы. То есть FlightRecorder – это часть, которая внутри виртуальной машины пишет статистику, ну, как бортовой самописец. А MissionControl позволяет эту информацию извлекать и предоставлять в таком наглядном виде. Ну вот, нас предупреждает, что, чтобы запускать это дело на Java 8, нужно включать Unlock Commercial Features. Мы этого не будем делать, мы сделаем хитрее. Запустим на Java 11. И FlightRecorder – он тоже теперь за OpenShortion в Java 11. Можно свободно пользоваться. Где наш процесс? Вот. Все, подключаясь к 11, видите, уже не предупреждает. Сколько времени я поделаю запись? 15 секунд. Вот здесь вот всякие настройки, что я хочу записывать и с какой уровнем детализации. Ну, понятно, чем больше деталей пишу, тем больше накладные расходы. Но, в принципе, FlightRecorder позиционируется как Low Overhead Tool, то есть, который можно использовать даже в Production. Если там не включать все настройки по максимуму, то его Overhead обычно не превышает нескольких процентов. Ну, вот, что касается логирования Exceptions, здесь включу All Exceptions. Поехали. Вот идет запись в течение указанных 15 секунд. Кстати говоря, по числам можно было бы даже наблюдать оверхед от включенного профилирования. Ну, ладно, запись окончена, и вот тут аналитика даже подсказывает, подсвечивает красненьким, что вот стоит обратить внимание на Exceptions. Что-то у меня здесь не в порядке, что программа сгенерировала за 15 секунд почти 16 тысяч Exceptions. Перейдя на укладку Exceptions, можно посмотреть, что за Exceptions возникали с их полными Stack Traces. Видно вам? Полный Stack, откуда Exception прилетал. И со всеми сообщениями. Вот, видно, что да, все вот эти Exceptions. The Class Not Found Exception с такими-то сообщениями. JavaUtil, 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 MaxTrance. Собственно, то, что сделал наш агент, только в таком вот красивом, наглядном представлении. Ну, к Emission Control мы еще вернемся. Сейчас хотел показать другой примерчик. Порой встречается ситуация, когда что-то поломалось, возможно, даже на продакшене. Ну, причем ошибка какая-то тривиальная. И если делать по-хорошему, там дожидаться очередного цикла релиза, когда эту ошибку можно пофиксить, все там протестировать, выкатить. Это может часы, а то и дни занять. А если вы знаете, что нужно в одной строчке пофиксить, то было бы прикольно как-то сделать прямо на работающем приложении. Вот можно было бы так делать, но IDE уже позволяет, если меняете тело метода, продолжать отладку с измененным кодом, не перезапуская приложение. Ну, это VDE под дебаггером, а на продакшене, там, его же с дебаггером не запустишь. Ну, а средства инструментации таки позволяют творить чудеса. Это есть такое понятие, как Java-агенты и трансформация класс-файлов. При помощи публичного API с Java-lang инструмент пакета, с помощью класса Instrumentation, можно переопределять классы, уже загруженные в виртуальную машину, прямо в runtime, подгружать новые версии. Ну, как это делается? Вот здесь получаю экземпляр уже загруженного класса, читаю байт-код нового измененного класса и вызываю метод Redefine класса, который на лету поменяет загруженный класс. Правда, эта магия имеет свои ограничения, то есть нельзя менять все, что угодно. Набор изменений, который можно провести, он довольно ограничен. То есть можно менять только тела методов, то, что внутри. Нельзя ни добавлять, ни новые поля, ни новые методы добавлять, ни удалять, ничего нельзя. Иерархию классов нельзя менять. Но, короче говоря, только менять тело методов, код сам. Если вот на простой картинке показать, у меня тут лопаются пузыри. Я хочу, чтобы у меня не пузыри, а квадраты лопались. Я знаю, что этот код у меня здесь в ellipses, который отрисовывает. Вот, собственно, этот один вызов метода по рисованию ellipses. Ну, теперь я нарисую не ellipses, а его ограничивающий прямоугольник. Вот. Такое простое изменение. Не хотелось бы ради него все перезапускать приложение. Я перекомпилировал класс. Ну, заметьте, только перекомпилировал, пока еще ничего не перезапускал. У меня здесь работают еще старые версии. И теперь вот этот вот агент, который вызовет redefine classes, я хочу внедрить в работающее приложение. Для этого мне поможет уже известный нам механизм динамика touch. Ну, помните, когда мы подключались по ID процесса к нужному Java процессу, и вызывали у него там stack trace, heap dump и прочее. Ну, вот, тогда еще говорил, что самое прикольное, что есть у этого touch API, это возможность загрузить агента, Java-агента. Java-агент это обычное, ну как, не совсем обычное, конечно, приложение. Это Java-приложение, но у которого вместо метода main есть метод agent-main. Вот он вызывается при запуске агента и передается туда exemplar instrumentation. Это как раз та магия, с помощью которой можно творить такое изменение классов. Давайте посмотрим Java 2.demo ID процесса 9056. Подключимся к процессу. Загрузим агент по указанному пути. Да, важно, что агент должен быть собран в виде jar-файла с манифестом. Ну, в манифесте указывает, какой класс будет выполнен при запуске этого агента, ну и всякие там его свойства. В данном случае я хочу воспользоваться механизмом redefine classes, поэтому я обязан в манифесте указать, что вот данный агент должен уметь redefine класс. Вот, давайте оставлю здесь приложение, даже так сверну, чтобы видели, что ничего здесь не перезапускается. Так. Так. Запускаю. Ой. А, не тричали, как обычно. Опа. Прямо на лету. Это не выглядит безопасно. Если у нас есть приложение, там вообще что угодно, мы можем отворить мод, как это работает. Если у нас есть узнание по внутренней структуре. Это правда. То есть... Большие... Динамик оттеч, он возможен в принципе только на локальной машине. То есть на удаленном сервере... Ну вот, я идею запущу, я там все ключи, я там делаю, я там трубы... То есть у меня там ультимаграция была неплатная, вот таким способом. Я не могу так делать. Ну, если найдете, что нужно там в коде поменять, то да, запросто. Вот. На этом механизме ретрансформации классов основаны некоторые инструменты диагностические. Битрейс – один из таких известных, который позволяет писать такие скриптики на своем джалоподобном языке и применять их на работающем процессе. Ну, вот как пример такого скриптика. Этот скриптик перехватывает все вызовы метода run у классов наследников runable, и вызывает для них, там перед тем, как вызвать реальный run, вызывает вот этот вот код. Ну, можно этот механизм много для чего использовать. Например, трассировать какие-то методы. Хотим переразмерять, сколько у нас запросов к базе данных. Находить самые долгие запросы к базе данных. И более того, сюда передаются вот еще и все аргументы исходного метода. То есть, можем, например, залогировать вот прям тот SQL-запрос, который у нас долго работал. Какую-то такую диагностику в рентайме выполнить. Ну, сейчас попробую, что тут простое. Вот трассер, который перехватит все вызовы run, run, run и напишет, на каком классе мы это вызывали. Например, для того же Java2Demo. Называется так BitTrace, ID процесса, к которому хотим включиться. И скрипт, который выполнить. Все, очень просто. Ай, беда. Опять с версиями Java косяк. Да, у BitTrace он не работает с Java 9 старше. То есть, такая бага засабмичена. Возможно, ее когда-нибудь поправят, но пока что только с Java 8 работает. Ну вот, да, что-то произошло и пишет, на каком методе JavaxIncrePaintManager.run вызываем. При этом, да, этот tool подключается извне. Приложение с ни с какими специальными флажками мы не запускаем. Работает так же, как и инструментация. Ну, это BitTrace, он и работает через инструментацию. А, можно вопрос? Да. Так, и в итоге ход Reload нельзя никак отключить, наверное? Можно ключиком... Сейчас напишу Disable Attach Mechanism. Это не стандартный. Это не стандартный. А в деполту то, что он работает. Да. Вот. Но, тогда надо понимать, что и инструменты типа G-Stack, J-Map, G-CMD, они тоже перестанут работать, потому что они тоже через этот G-Touch. Отдельно пообидите, как R-Define нельзя выпущить? В М4-теополитике? Нет. Нет. Да. Ну, если кто-то добрался до вашего сервера, то, как бы, возможность R-Define классов – это последнее, о чем вам нужно беспокоиться. Да, про профайлеры у нас есть еще полчаса. Это очень важная тема, которую нельзя не упомянуть. Если какой-то ваш код тормозит, причем работает медленно и хотите узнать, какой именно код долго выполняется, откуда он вызывается и так далее, для этого хорошо подходит профайлер. Профайлеры бывают двух типов. Давайте, да, с тем нашим тормозным скриптовым движком, запустим. Профайлеры бывают двух типов – инструментирующие и сэмплирующие. Ну, инструментирующие, они, как можно догадаться, название, инструментируют код, то есть меняют, вот используют тот самый механизм R-Define классов, добавляя трассировку. Ну, грубо говоря, в начале каждого метода записывают время входа в метод, в конце записывают время выхода из метода. Итак, у нас для каждого метода появляется статистика, сколько мы в нем провели. С одной стороны, это такая довольно точная статистика, но, с другой стороны, на каждый вызов метода вам приходится кучу лишних действий выполнять. То есть, это имеет огромный оверхед. А, кстати, вот сейчас про оверхед и посмотрим на этом примере. Вот, включу LogiGC, чтобы не загромождали. Ну, вот, примерно 3500 вызовов скрипта в секунду отрабатывает. И попрофилируем с помощью VisualVM. В VisualVM как раз есть и тот, и другой проход. То, что на вкладке Profiler, это как раз инструментирующий профайлер. Так, все, запустили. Вот он инструментирует классы и поехали. Что-то там измеряется. Тем временем, можем посмотреть, насколько... Быстрее стало. Ну, быстрее не стало, но не стало и медленнее, потому что... А потому что, на самом деле, мы много чего исключаем. Вот, все стандартные классы, там, JavaScript, Java, com, sun, все это мы исключили. А вот, если уберем этот фильтр и поинструментируем все. Оно вообще работает? А, 20 методов инструментировано. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я не то сделал. Ну... Вот же ж... Принструментирует только наш класс. Давайте так. Звездочка. Все классы. Принструментируем. Вот. Что-то у меня повесло. Давайте еще раз подключусь. Точка-звездочка, может. Хм. Принструментируем. Звездочка. Во! 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 Вот все видно. 18 тысяч методов заинструментировал. Ну и понятно, да, с чем сейчас. Прям до нуля. Ну поэтому, да, надо ставить фильтры, как минимум, чтобы стандартные классы не профилировать. Но даже с таким фильтром скорость падает в десятки раз, поэтому, естественно, на продакшене такое не используют. На рабочих системах предпочитают сэмплирующий профайлер. Он периодически снимает статистически определяется, какой код чаще исполняется. Он менее точный. Ну как, зато неточность можно регулировать. Чем чаще сэмплируете, тем больше накладные расходы, но при этом больше точности. Здесь можно на строках задать Sampling Frequency раз в 100 миллисекунд. Опять же, фильтр классов. Все уберем. Десять раз в секунду, в принципе, нормально. Ну почти не просела. Ну как бы да, совсем не просела производительность при этом. Вот. Снимаем снэпшотик. Получается, по всем потокам. Какой код, сколько времени исполнялся. И где есть начинается ветвление. Что вот из этого метода вызывались вот эти два. Один из них проработал 83%, другой 16%. И вот можно анализировать, какие здесь самые горячие. Такие были самые горячие методы. Можно получить такой плоский профиль. То есть не древовидный, а просто топчик самых горячих методов. Но вот здесь уже начинаются приколы. Видите, что в топе как будто бы методы socket-treat 0, accept 0. Но помните, я говорил, что GVM не может отличить методы, которые исполняют нативный код, они действительно runnable или просто где-то повисли на системном вызове. Вот именно поэтому зачастую в VisualVM такие вот будут методы, не относящиеся к действительности. То есть в реальности это системный вызов, в действительности он ничего не делает, а выглядит так, как будто бы он больше всего ждет CPU. А с другой стороны, вот класс forName и fillInstactTrace для бросания exception, вот они реально что-то делают, хотя они тоже ныть их методы. Ну вот как минимум одна такая проблема с темплирующих профайлерами. Но Java Mission Control это проблема отчасти решена. Так, снова попрофилирую, здесь метод sampling как раз создает как с какой интенсивностью снимаются сэмплы. Какие методы сейчас выполняются. Попрофилируем тоже самое Mission Control. Так, метод profiling. Ну вот, у него здесь уже топчик по коду в каких пакетах, в каких классах, в каких методах больше всего. Чаще всего они попадали в наш сэмплинг. И Mission Control он дает чуть более честные результаты за счет того, что он устроен по-другому. Традиционные сэмплирующие профайлеры, вроде Visual VM, они вызывают стандартный метод getAllStackTraces. И беда в том, что этот метод, он не может снимать стэктрейсы в произвольных моментах времени. Ну потому что сама GVM не умеет получать стэктрейсы в любой момент. А может делать только это в специальных, таких безопасных местах, где она знает, как обходить стэк. И эти места называются сэйвпойнты. Ну как это примерно выглядит. Вот. Есть два потока, которые что-то выполняют. И в какой-то момент времени сработал таймер. Захотели снять потоки. Но это произойдет не сразу, а только в сэйвпойнтах. А сэйвпойнт в ходспоте есть в двух местах. В конце, перед выходом из методов, и внутри циклов. Ну, соответственно, что если у нас есть большой такой неприливный участок кода, там без каких-либо циклов, то сэмпл в него никогда не попадет. И там, если вот много такого кода какой-нибудь в математике, мы его не увидим. И эта проблема называется вот сэйвпойнт-байас. Ну и вот большинство сторонних профайлеров там, в том числе и коммерческих, включая J-профайлер, YORKIT, они этим страдают. Ну, потому что это единственный документированный метод, getAllStackTraces, он только в сэйвпойнтах работает. Но FlightRecorder, он имеет хитрей. Он умеет не только в сэйвпойнтах снимать stacktraces, но использует для этого свое внутреннее API недокументированное. Это sync.getCallTrace. Впервые этот специальный, специфичный вызов появился в Oracle Developer Studio. Ну, как только виртуальная машина стала open-source, естественно, вы это нашли, раскопали и стали использовать и другие умельцы. Одним из первых стал сторонний профайлер, который использовал этот хитрый недокументированный вызов. Стал honest-профайлер, но в том числе и async-профайлер, который у нас в Одноклассниках разрабатывается. Он тоже основан на этом вызове. Проще показать на таком примерчике, искусственном. Представьте, большой-большой реалист. Мы удаляем элемент из начала реалиста, а добавляем в конец. Как вы думаете, какая операция тяжелее? Ну, конечно, потому что нужно сдвигать весь целый массив. Ну, давайте посмотрим, что покажет Visual VM при профилировании. Так. А вот, что он показал, что больше всего времени тратится на println, который вот эту штуку печатает. 56 процентов. А остальное время вот внутри метода main. Просто вот в самом это main. Но нет, не remove. В общем, попахивает какой-то ерундой. Теперь то же самое попрофилирую осень профайлером. Но вот, правда, с ним одно неудобство, что он не работает на Windows. Ну, потому что там нет такого механизма исполнять обработчик прерывания таймера в контексте того потока, где оно возникло. Такое есть только в Unix системах, на Mac в том числе, а в Linux. Вот поэтому запущу виртуальные мышники. Вот. И попрофилирую в течение 10 секунд. Здесь тоже должен указываться ID процесса. Но, так дело, что если у меня всего один процесс запущен, то GPS автоматически подцепит его. Что на тот же самый тестик покажет async-профайлер. Вот. Что в реальности 65% времени происходит в RayCopy. Это плоский профиль, а выше в текстовом формате, собственно, с struct-тейсами. И вот видим, что RayCopy, который больше всего у нас с сэмплов, он как раз из ArrayList remove происходит. То есть, как и следовало предполагать. А вот и WriteBytes, который идет от Println. Он тоже что-то занимает. Ну, тоже, на самом деле, прилично. Вот. Но все-таки не 50%. Вот. А остальное там даже нет. Какие-то мелочи меньше процента. Еще прикольная особенность этого сим-профайлера, что можно в виде... Ну, не просто в тексте, а в виде flame-графов представлять результаты. А кто-нибудь уже слышал про flame-графы? Вот. Ну, это тоже некое подобие такого дерева, вызовов, но вот компактно совмещенное на одной картинке. Интерактивный причем. И чем шире есть прямоугольник... Вот каждый прямоугольник — это один метод. По вертикали идут стек-трейсы. То есть это вот один такой большой стек-трейс. По горизонтали вот... Ширина прямоугольника, она пропорциональна количеству сэмплов, которые попались. То есть чем шире, тем больше времени исполняться должны конкретные методы. Ну, вот этот профиль выглядел бы так, что действительно там 60% рейли стримов и 30% printline. В отличие от джавских профайлеров, он показывает не только джава-код, что mission-control, что visual-vm, они все вот заканчиваются здесь, на зелеником. А sync-profile все умеет показывать и то, что творится там дальше в нативном коде. Ну, вплоть до вызовов операционной системы. Вот я, кстати, не включил. Возможность профилирования ядра. Ты помнишь, как там? Перфилент параноид. Все, это такой флажочек операционной системы, который позволяет еще профилировать то, что происходит внутри ядра. Повторю уже профилирование с подробностями. Справа это не съем то, но это, кстати, тоже важный момент. Здесь, видите, я запустил профайлер чуть раньше. То есть, когда еще GVM была не полностью разогрета. И вот тут видно, что работал JIT-компилятор. То есть он тоже попадает в профиль. И чего тоже лишены большинство джава-профайлов. То есть они ограничены только джава-кодом, а сколько времени сама GVM на что тратила, этого не видно. Здесь прямо видно, сколько компиляций. Если бы там была сборка мусора, еще бы и сборка мусора здесь отобразилась. Но почему-то нет ядра. КПТ-Ристрик, да. КПТ-Ристрик, да. Неа, только этот длиннее стал. Ладно, что-то пошло не так. Вот. Ну помимо... Ну не всегда проблема, очевидно... То есть не всегда проблемы производительности связаны вот с каким-то горячим неэффективным кодом. Иногда, ну вот... Иногда проблема связана с тем, что создается очень много объектов. Ну вот, казалось бы, такой простой код, который... Крутится цикл в течение указанного количества секунд. Вот, в данном случае, одной секунды. И считает, сколько раз успеет прокрутиться цикл за одну секунду. Ну вот как вы думаете, какие объекты... Ну вообще выделяет ли какие-то объекты этот код? Если да, то какие? Ну нет, вот объект 1 здесь выдаётся, тем не менее, он внутри цикла. То есть так с первого взгляда и не очевидно. Да, нау возвращает объект, и он, скорее всего, будет каждый раз новый. Ну то есть, как минимум, да, вот здесь один объект создаётся. Ну вот, я запишу тут. Программа меня вычисляет, что порядка 7 миллионов итераций в секунду. Вот, и помимо цепил профайлера, есть ещё VisualVM, Mission Control, профайлер памяти. Он тоже бывает двух типов, инструментирующий и сэмплирующий. Сэмплирующий. Эээ, да. Сам себя. Сам себя. О, как. Он показывает. Видите, здесь кумулятивный счётчик, сколько объектов данного класса в хипе сейчас находится. И вот это вот число постоянно растёт. Здесь возникают concarn хэшмэп какие-то, zone rules. То есть, могли бы вы предположить, что такой простой код, он создаёт concarn хэшмэп? Ну, он как-то выглядит странно. Массив HR вообще. Массив HR, да. Какие-то 3-map entry, которые мы уже сегодня... Вот. Ну, здесь сэмплирующий профайлер, он просто щётчики говорит. Он ничего не говорит о том, откуда эти объекты выделялись. А вот, чтобы получить информацию вместе со стектрейсами, ну, тут уже придётся воспользоваться инструментирующим. Ну, конечно же, в результате сильно просядет производительность. Вон, опять видим, просто там на порядке. Вместо 7 миллионов теперь какие-то жалкие там 15 тысяч. Вот. Вот. Зато видна такая красота, откуда прилетают все эти concarn хэшмэпы. Полностью тектресы. Ну, кстати, не полностью тектресы, но обрываются. В Java Mission Control тоже есть возможность профилировать локации. При этом максимально таким незатрагивающим способом. С минимальным оверхедом. А, commercial features. За что я не люблю. Ну, ладно. Тогда не буду показывать flight recorder. Покажу осень профайлер. Так. Как у нас там? Как у нас там? Ну, да. Здесь есть. В общем, тоже 7-8 миллионов. В общем, тоже 7-8 миллионов. Да. Есть режим Allog, Event Allog. Буду профилировать те места, откуда выделяются объекты. Смотрите, время профиляции и профилирования. Чуть-чуть просела производительность, но не сильно. В цене вообще даже не просела. То есть на считанные проценты. В результате такой же flamegraph локаций. Какие объекты, откуда выделяются. Как минимум кроме LocalDateTime, он в себе несет LocalDate и LocalTime. Это еще понятно. Но помимо этого еще информация о таймзоне. В общем, не все так просто. Но, кстати, здесь нет конкурент хешмэпа. Нет, потому что я запускал на другой операционной системе, где у меня все в порядке было с таймзонами. А эта бага была в JDK 8. что если проставлена какая-то неизвестная таймзона... Вот эти конкурент хешмэпы тут же образовались. Вот эти конкурент хешмэпы тут же образовались. Вот они из zone rules происходят. Можно действительно там в коде взять, найти этот zone rules. Вот прям при создании объекта. Короче говоря, когда JDK не знает на нестандартную таймзону, у нее не работает кэш, и поэтому на каждый запрос LocalDateTime заново создаются вот эти объекты zone rules, которые в свою очередь тянут конкурент хешмэпы. Ладно, на самом деле нам уже надо заканчивать, но это практически все, о чем я хотел рассказать. Может, еще какие-то вопросы? А все инструменты есть на индустрии, ну, в крайнем случае, которые были только под Linux? Ну вот только SIM-профайлер под Linux и Mac, а все остальное, да, есть на Windows в том числе. Mission Control, он есть и там, и там. Ну вот в связи с этими архитектурными особенностями, он все равно на Windows работает менее точно, чем на Linux. Ну все, у меня голос увеличается, точно надо заканчивать. В общем, пользуйтесь этим профайлером. Ну, в зависимости от режима, в режиме CPU профилирования он срабатывает по таймеру, то есть можно задавать параметром минус и интервал срабатывания, ну, по умолчанию раз в 10 миллисекунд там можно гораздо чаще. Вот в отличие от уже Visual Vem, где вот довольно накладный сбор стекотрейсов, то вот интервал для SIM-профайлера можно там меньше задать. То есть 1 миллисекунда нормально, там 1000 раз в секунду будет хорошая точность. И генерируется, ну, операционная система генерирует прерывание таймера, и это прерывание таймера идет на обработку потоку, ну, случайному потоку, который сейчас исполняется на CPU. И в этом сразу еще автоматически один плюс, то что у нас не сэмплируются спящие потоки. То есть если там вот тот поток, который спал на socket-read в нативе, в него сэмпл никогда не попадет, что он не на CPU. Вот, а профайлер локации там интересно. Еще буквально покажу. Вот в чем идея, почему SIM-профайлер и Emission Control они так профилируют с минимальными накладными расходами. Ну, они просто ориентируются на то, как вообще объекты выделяются в GVM. В самом быстром случае объект выделяется внутри TLAB с RedLocal Location Buffer и просто увеличением указателя. Вот есть текущий указатель вершины, там, докуда мы уже выделили. И вот выделение очередного объекта, это просто там передвигаем указатель на размер объекта. Самый быстрый будет там буквально 10 машинных тактов. И идея в том, чтобы вот эти быстрые локации их не трогать, чтобы они оставались быстрыми. Ну, а как только у нас TLAB заканчивается, вот, место в одном буфере, там, возможно, два варианта. Если у нас объект довольно большой, то он выделяется вне TLAB, прямо сразу в молодом поколении с самостоятельным объектом. Ну, либо выделяется новый TLAB и начинается вот все по новой локации в нем. И идея Asim Profiler и Mission Control в том, что профилируется только медленные локации. Тем самым, ну, не влияя на быстрый путь, но за счет статистики, статистически, мы все равно будем профилировать, там, сэмплировать объекты. Ну, те, которые нужны. Ну, к слову говоря, в Java 11, в GVMTI, в стандартном tool-интерфейсе, ну, вот, нативном, который сишний, появился новый ивент для сэмплирования локаций. Он как раз примерно на этом механизме работает. И вот, наверное, с Java 11 и, наконец-то, вот другие инструменты будут появляться, которые умеют так быстро профилировать.